Пусть твои сегодня особая благодать в этот день, в этот вечер или день, у кого изливается Господь потоками в сердце каждого. Пусть сегодня наполняется твоим присутствием, ты двигайся, Господь, дорогой, через каждого из нас, призывая особое твою благодать и помазание на волю, пусть Господь сегодня через ее уста, ты говори каждому из нас, а наше сердце пусть будет расширено, чтобы принять все то, что мы будем слышать, и помоги нам это растворять в веру, дорогой Дух Святой, а мы тебе остаемся благодарными за все, Отец, во имя Иисус, Аминь. Аминь, аминь, аминь. Скажем аминь. Аминь, аминь. И уже сейчас, в самом начале, включим микрофон и очень горячо помолимся. Прославьте Господа, расширьте сердца ваше к слышанию, к практике, к тому, чтобы постигать новые истины. Молимся, прославляем Бога, включаем микрофон. Аминь, аминь. Аминь. АДЕГЕВИСИТЕРИ, АЛЛЕЛУЯ, АЛЛЕЛУЯ, ПРЕВОЗНОСИМ ТЕБЯ, ПРЕВОЗНОСИМ ТЕБЯ, ПРЕВОЗНОСИМ ТЕБЯ. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Закончился сезон, убрали урожай, выдавили виноград и можно праздновать, можно благодарить Бога за все то, что Он даровал в этом году, что знаково Он сделал в этом году. Мы посмотрим на этот праздник с духовной точки зрения, много таких вещей, очень сильных, духовно сильных для нас. Но пример я вот такой приведу, обращали ли вы внимание на это, Марка 9 глава. Обращали ли вы на это, что это праздник Суккот? В этом году он идет со второго, с вечера второго числа и по девятое число. Семь дней празднования, семь дней празднования. Девятая глава со второго стиха. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделали блестающими, весьма белыми, как снег. Как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия, и Моисей беседовал с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну, одну, Илии три кущи. Это было в праздник Суккот, шесть дней уже отпраздновали. Кто обращал на это внимание? Конечно, мало кто обращал на то, что это праздник Суккот, потому что большинство из христиан не знают, что есть назначенные дни, праздники Господни. Не знают, что у Бога есть календарь Его. Сейчас, слава Богу, это уходит. Понимание того, что мы привитые лоза, и много глубин есть в этом привитии к Израилю. Много чего можно вычерпывать. Это приводит людей к тому, что начинают постигать глубины Божьи через праздники Господни. Называя их порой еврейские праздники. Но давайте вот так вот скажем. Определенные вещи, которые делают христиане. Это что, вещи христианские или библейские? Я хочу библейские. Потому что порой христианское очень неинтересно выглядит. Это порой благословить брак двух мужчин, например. Библейский ли это? Но это совершается в христианских собраниях. Иначе церковь могут закрыть, а при святых раз снимутся служение. Вот до чего порой мы доходим, да? Да не будет такого с нами. Поэтому библейский праздник, библейский. Давайте оттолкнемся от того, что об этом много написано через разные места Писания. И я вам частенько говорю про Леви 23, где перечислены праздники Господни. Но сегодня давайте посмотрим на этот праздник в других местах. Об этом говорится в Ниеме, об этом говорится во Второзаконии. И вот сейчас мы прочитали в Новом Завете. Потому что Иисус пришел и Он соблюдал эти праздники. Он еще не воскрес. Он еще служил и жил в Израиле по законам того времени. Мы читаем книги Нового Завета, но Иисус еще не распит. Нам это тоже надо на это внимание обратить. Иисус еще не распит. Когда Он исцеляет, Он говорит, иди покажись священнику и принеси жертву. И это наш Иисус, который принес нам исцеление. Когда Он воскрес, мы уже стали использовать другой инструмент. Не пойти к священнику и принести жертву за исцеление ранами Иисуса. Ранами Иисуса мы исцелились от всех болезней. И это совершенно другая история. И давайте вот сейчас про Кущи. Давайте посмотрим Второзаконие. Второзаконие, Второзаконие. Мы с 16-й можно посмотреть. 16-ю главу. Кто будет открывать, открывайте. Если нет, то послушайте меня. И с 13-го стиха. Второзаконие 16-13. Праздник Кущи совершаю себя семь дней. Когда уберешь с гумно твоего и источила твоего. Вот то, о чем мы говорили. Сельскохозяйственный сезон закончился. Гумно убрано. Точила, где выжимали виноград, топтали виноград. Все это убрано уже. И веселились в праздник. А, и веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой, ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих. И ты будешь только веселиться. И вот здесь вот такая вот еще как бы важная вещь, которая в 16 стихе отражена. Три раза в году весь мужеский пол должен явиться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он. В праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущий. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Праздник опресноков мы о нем говорили. Я напоминаю, это пасхальный период. Праздник седмиц, что это такое? Семь раз по семь. 49 дней после Песоха, после Пасхи, 50-й день праздновался. Шоот и вот это вот праздник седмиц. Это день дарования Торы, это день образования церкви, это день излияния Святого Духа. В греческом варианте произношение этого слова привело к нашему трактованию русскому Пятидесятница. Потому что так звучит слово Шоот в переводе на греческий язык. Поэтому у нас это еще звучит как Пятидесятница. Вот этот вот день седмиц. Давайте еще посмотрим из Неемии. Мне тоже нравится это место. Как говорится про праздник Кущи. Потому что здесь идет восстановление этого праздника. Со времен Иисуса Навина до вот этого Вавилонского пленения. Когда из Вавилонского пленения народ пошел восстанавливать Иерусалим. Разрушенный уже Иерусалим. В это время восстановилось и празднование этого праздника. И мы сейчас прочитаем из Неемии. Да, восьмая глава. Восьмая глава, Неемия. Здесь поподробнее об этом разговор идет. С тринадцатого можно. Восьмой. Давайте с тринадцатого. Собрались главы поколений из всего народа. Священники Левиты и книжнику Ездри. Чтобы он изъяснял им слова закона. Они стали разбираться с тем, что не соблюдают, чего не соблюдают. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. Куща, шалаш, палатка, навес, сука, хупа, скиния. Это все об одном и том же. Это вот такое временное жилище. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви. Вот здесь вот ответ сразу в этом сокрыт. Почему масличные ветви несли, почему миртовые ветви несли. В этом не было высокого духовного смысла. Давайте послушаем. Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви миртовые, ветви пальмовые и ветви других широколиственных дерев. Широколиственные это были ветви, из них было удобно делать вот эти вот временные жилища, шалаши и других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. И пошел народ и принесли и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, я уже говорила, что это было после возвращения из Вавилонского плена, сделали кущи и жили в кущах. А дни Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сына Израилева, радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, и в восьмой день по празднество по уставу. Вот здесь вот поподробнее об этом говорится. Самый первый раз, вот кстати тоже, наверное, есть смысл сказать, самый первый раз мы встречаем о празднике кущи, об этих шалашах, о временных жилищах в бытие в 33 главе. Я сейчас открою, тоже думаю, что не каждый обращал на это внимание, но может быть стали обращать с того момента, когда стали праздники Господни праздновать. 33 глава, Иаков, здесь об Иакове есть, один стихо вам прочитаем. Иаков двинулся в Сокхов, построил себе дом. Так вот этот вот дом, он двинулся, понимаете, человек в движении, понятно, что он не с рук поставил. Вот в переводе севрита здесь сука, здесь как раз вот это вот временное жилище шалаш. Иаков построил себе дом и для скота своего сделал шалаши, и для скота сделал. Вот как мы сейчас в Нееме читали, и пришелец, и вдова, и скот, все они в это время живут под навесами. Отсего он нарек имя месту Сокхов. Это первое упоминание о суке. И дальше мы тоже будем видеть различного рода вот такие навесы, которые имеют отношение к этому празднику. Вообще прямая проекция на то, что народ Израиля в данном случае вспоминает 40-летний период, когда они жили во временных жилищах. И не только они жили во временных жилищах, и Господь жил во временном жилище. И это уникально. И это уникально. Скиния было повелено построить Скинию, временное присталище для Святого Духа. И вот здесь вот просто высокая духовная глубина сокрыта. Скиния, временное присталище. Это тоже можно сказать одним словом сука, сука для Духа Святого. Пока не будет построен настоящий храм. И кто же этот настоящий храм? Этот настоящий храм, вы, вы храм Духа Святого. Уже постоянное жилище, капитальное жилище. Это, конечно, уникальная проекция и уникальный духовный смысл этого праздника. И давайте скажем аминь. Я храм Духа Святого. Аминь. Аминь. Я храм Духа Святого. Я храм Духа Святого. Я храм Духа Святого. Аминь. 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 Очень сильная. Очень сильная. Другое скажу место. Это не писание. Это некий такой обряд. Бракосочетание происходит под хупой в Израиле. Ее называют прославленная сука. Потому что под эту хупу заходит жених и заходит невеста. И вот здесь они даются, здесь обещания дают друг другу о том, что они будут жить в единстве. И это хупа, прославленная сука ее называют. Это покров Божий, убежище Бога на этом. Под присутствием Бога. И мы с вами почти все знаем 90-й псалом наизусть. И это тоже о сука. Я живу под кровом Всевышнего, под сенью. Сень – это верхняя часть. Вот эта вот крышечка, навес. Под сенью Всемогущего, под покровом Всевышнего. Как вот эта хупа, прославленная сука. Под присутствием и убежищем Бога. Это все о том, что мы с вами еще имеем не просто завет, у нас брачный завет. Мы невеста, он жених. И эта хупа, которая соединит и невесту, и жениха, оно будет никогда-то. Это будет в сукот. Потому что этот праздник отделен Господом. И он уникален во всех аспектах. Давайте посмотрим вот на такую часть. Сам сукот, он празднуется в седьмой месяц. Это праздник седьмой по счету. Празднуется он семь дней. И сукот – это седьмое новолуние в году. И Господь не просто так еще и еще раз говорит об этом. Потому что праздник сукот охватывает, если посмотреть внимательно на эти проекции, весь временной период, отмеренный Господом для человечества на земле. Почему я так могу утверждать? Потому что у Господа один день, как тысячу лет. И если мы празднуем семь дней, семь тысяч лет отмерено Господом человечеству на земле, и это как шесть дней творил, а седьмой отдыхал, так и человечество на земле будет находиться шесть тысяч лет. И седьмой день отдыха – это тысячелетнее правление Ешоа. Уникальный праздник по своей глубине. Именно в эти праздники, вот мы с вами читали из Неемии, когда разговор шел о том, что они праздновали и читали из закона. Я еще раз это место сейчас постараюсь открыть быстро, чтобы этот последний стих нам прочесть. Что это значит? Они ели, пили, ходили в гости, жили в открытых таких домах временных, но они каждый день во время празднования читали из Писания. Каждый день звучало Слово Божье, 18 стих, 8 главы, и читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник. Идет празднование, застолья, встречи с друзьями, походы в гости. Вот это вот все пространство занято временными жилищами, и читают, 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 читают из закона. То, что было вновь восстановлено, когда собирались главы поколений, собирались левиты, когда они пришли к книжнику Ездре, чтобы он изъяснил им слова закон. Они обнаружили, что один из праздников Господних утерян не празднуется. И вновь и вновь они восстанавливают в народе вот эту вот хорошую такую, знаете, закономерность читать Писание, читать Писание круглогодично. Именно в это время, в праздник Сукукот, начинается чтение Писания заново. Они прочли до этого времени все Писание. Мы с вами говорили, что завершается Роша-Шана, Йом-Кипур, вот эти осенние праздники, чтение Писания завершается. А в праздник Сукукот начинается заново чтение Писания, потому что народ радуется, чтение Писания считается огромной радостью. В Йом-Кипур не читается, потому что народ скорбит, он ждет приговора от Господа. Идут не трепет, а вот предыдущие праздники. А в Сукукот начинается вновь чтение Писания. И куда же приводит нас это Писание? Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Я думаю, это нам о многом говорит. Если мы с вами говорим, что праздник Сукукот охватывает весь временной период, отмеренный Господом для человечества, мы знаем, что произойдет с землей. Будет новое небо и новая земля. И об этом нам Господь ежегодно в этот праздник напоминает. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Опять будет новая земля. Опять будет новое небо». Удивительный праздник, конечно. Есть один момент в этом празднике. В плане обрядов, которые соблюдались, даже не ведая того, какой смысл в этом сокрыт, когда на праздник Сукукот приносили в жертву Господу 70 быков. 70 быков. И в бытие, в 11 главе, мы можем увидеть тот момент, когда строилась Вавилонская башня. Давайте я его открою. У нас время еще позволяет. Мы хорошо с вами продвинулись. Давайте вот это вот место. Мы его знаем. Мы знаем, что люди возгорделись, что они решили построить башню до небес. Это период сразу после потопа. 11 глава, прям с первого стиха прочитаю. Даже давайте 10 последний стих. «Были перечислены племена сынов Ноевых по родословиям их и народам их. От них распространились народы по земле после потопа». И вот первый стих 11 главы. «На всей земле был один язык и одно наречие». Я вам сейчас объясню, почему я об этом говорю именно в праздник Суккот. Помним о том, что в праздник приносилось 70 быков в жертву Господу. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннар, равнину и поселились там. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда, по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя этому месту Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь, по всей земле. А до этого на земле был один язык и одно наречие». Так вот, языков, основных языков, уже посчитано, уже посчитано, насчитывается семьдесят. И с давних времен народ Израиля, не ведая того, приносил жертву один бык, один народ. За каждый народ, за каждый язык, скажем так. Это целое сообщество народов, которое говорит, допустим, на тюркском наречии говорят многие народы, да, не только турки, но и азербайджанцы, и много таких народностей, которые говорят на одном языке. Так вот, один бык за один язык. И получается, за все народы мира Израиль в Суккот приносил жертвы. Знали бы народы мира, да, что за их прощение, для их покаяния, ежегодно перед лицом Господа звучит молитва благодарения и приносится жертва. Уникальный праздник, конечно. Уникальный праздник. Поэтому вот такие маленькие вехи, совсем немножко я вам сказала о том, что духовного здесь сокрыто, но это не сказано мало, но по сути это много, если размышлять об этом. Я встречала людей, которые никогда не жили в палатках, в кущах, да, есть смысл пережить вот это состояние, пожив именно в Суккот, особенно южные регионы, здесь есть представители южных регионов, которые могут, как и в Израиле, пожить во временных жилищах, даже если на балкон ночь мы выставим кровать, спим под открытым небом, понаблюдаем. Говоря о 70 вот этих быках, мы порой делаем какие-то вещи или знаем какие-то факты, не зная сути, не зная глубины, вот как в этом случае, когда приносятся жертвы за народы мира, а народы не знает, но Бог знает. Так вот, знаете, мне вот этот пример очень понравился, я вам его приведу. Мы все знаем, кто открыл Америку, Кристофор Колумб, но знают ли люди, что он был евреем? Мало кто знает. 1492 год, открытие Америки Колумбом, но что стало истоком, что стало первопричиной, как с жертвой 70-ти буками, что стало первопричиной? Господь рассеял по всему земле народы, он смешал их языки, они перестали понимать друг друга, но жертва постоянно приносилась, потому что Бог, он знал, что будет совершенная жертва, и что к нему придут народы из всех языков, абсолютно из всех языков. Нас сейчас огромное количество, мы по закону Божьему плодимся и размножаемся, христиан очень много, христиан очень много сейчас, и они находятся не только в Израиле, да? Так вот, с Христофором Колумбом что первопричиной стало? Испанская инквизиция, он жил в Испании, испанская инквизиция стала выдворять евреев из Испании, вот и повод, и поплыл Христофор Колумб, и натолкнулся на Америку, он даже не предполагал, что это будет Америка, но началом послужило выдворение евреев из Испании, началом вот этого плавания его хорошо, слава Богу, аллилуйя, люблю этот праздник, в нем очень много света, он кстати в полнолуние, полная луна, самое светлое время ночное наблюдает за этой луной, потому что праздник труп Роша Шана первый день месяца, когда празднуется вот этот очень такой трепетный, очень волнительный, когда люди смиряют свои души перед тем, как в Йом-Кипур прозвучит приговор, суд происходит, они знают, что в это время Господь взвешивает жизнь человека, годичный его цикл, в Йом-Кипур выносится приговор, это день искупления, и в Йом-Кипур это то время, когда священник, единожды первый священник входит во Святое Святых, мы тоже знаем, это тоже осенние праздники, это в Йом-Кипур, а вот Суккот, когда полная луна, это как, знаете, полнота Божьего света, полнота Божьего присутствия, очень радостный праздник, много музыки, много танцев, много песен, много подарков, и вам, я желаю вам такого праздника, у нас еще время пережить этот праздник. Еще один такой факт, приведу, и мы с вами будем практиковать. Израиль в связи с эпидемией, с ковид, они в этом году не разрешили представителям других народов по всему лицу земли приезжать на праздник Суккот. Вот эта традиция уже стала иметь очень расширенную форму. Если вы посмотрите в интернет, как христианство отмечает сейчас Суккот, то одна из практик, когда представители разных народов с флагами национальности своих и государств приезжают в Израиль, есть устроители этого всего, это огромное-огромное шествие, огромный праздник. Там приезжают лидеры прославления, там приезжают разные спикеры и празднуется этот праздник. Но ты не двинешься многомиллионным народом российским в Израиль, поедут только представители. А в связи с тем, что сейчас перелет на Суккот запрещен, прилет на Суккот представителей различных государств запрещен, решили сделать онлайн-трансляцию. И к этой онлайн-трансляции масштаб чувствуете сразу расширение какое? Получается, для кого-то закрытая граница не разрешено прилетать, а по сути это просто геометрическая прогрессия. Люди, желающие праздновать Суккот, они каждым могут присоединиться. Есть ссылка, люди могут присоединиться и увидеть просто колоссальную трансляцию празднования в этот день. Назначенный день Господа по всему лицу земли. Христиане, те, которым уже открыто, то, что мы очень много можем понять, принять и обогатиться из праздников Господних, назначенных вот этих времен, которые Господь определил для торжественных собраний. вот это огромное, масштабное, торжественное собрание. Это восхитительное вообще зрелище. Но таких конференций просто не бывает. Это миллионы и миллионы людей, как бы не миллиарды, уже присоединяются к этому празднованию. С флагами, с трубами, с шафарами, с поклонением. Это можно посмотреть. Вот оно расширение. Вот они возможности. Вот они современные технологии. А творчество только в Господе. Господь Творец. И нам Он дал творческую силу. И этим обогатился весь мир, верующие и неверующие. Это вот когда мы с вами транслируем свет, который в нас, несем Иисуса, который в нас, и меняется атмосфера на любом месте. На любом месте, в любом собрании, в магазине, на любой территории. Мы можем оказаться теми людьми, которые погасят огонь, вражду, ненависть. Когда в автобусе кто-то нецензурно братью сматерится, к вам повернется и извинится. Именно к вам повернется. Потому что эта атмосфера, она слышна, видна, нам от нее никуда не деться. Мы носим Иисуса и приносим Его. И вот этот праздник света, а Бог есть свет, это о нас. Мы храм Духа, живущего в нас. И это переселение Господа из Кини в храм. Аллилуйя. Давайте скажем Аминь. Осознайте масштаб. Осознайте масштаб. Красивейший, конечно, праздник. Очень духовный. Все, что с Господом связано, это не вычерпать просто эти глубины. Слава Богу. Дорогие, мы сейчас включим микрофон и помолимся. И мы начнем с вами практическую часть. И есть такой, смотрите, есть такой посыл. В 50 минут мы с вами начинаем причастие. В 50 минут. Время 37 минут. Пока мы помолимся, у нас останется 10 минут. Я бы предложила вот сейчас в свете этого праздника свидетельствовать. Посмотрите, что Господь сделал в вашей жизни. Кого-то Он исцелил от болезни. Кому-то Он, я не знаю, кто-то женился. У кого-то родился ребенок в семье. У кого-то внук появился. Это не только моменты исцеления физического тела, но это исцеление души. Это новые расширения горизонтов духовных. Это вхождение в призвание. Я предлагаю посвидетельствовать нам сейчас. И для этого нам не обязательно включать микрофон и молиться. Мы уже можем начать это делать. Если вы мне скажете да, мы это сделаем. Да. Да. Тогда начинаем. Кто первый? Мы побеждаем сатану, да, силой свидетельства мы всегда говорим о том, что Господь сделал в нашей жизни. И это очень сильно сатану огорчает, разрушает его царство. Пожалуйста, Ира. У меня удивительное свидетельство, когда я с мужем лежала в больнице, я познакомилась с одним, тоже лежал в больнице, мужчина, у которого очень трудная судьба. он потерял всю свою семью, остался одиноким и уже, так сказать, на себе поставил крест. Вот. Ну, я ему так периодически позванивала, мы с ним общались, я ему говорила за Господа. И вот вчера я удивительную историю услышала, что он поехал в санаторий, и там Господь, а мы перед поездкой, я говорю, давайте помолимся, он так не хотел ехать, давайте помолимся, пусть будет воля Божья в вашей судьбе, Бог вас любит, ну, такие слова добрые говорила ему. И тут он вдруг познакомился там с одной женщиной, которая пришла, она тоже вдова, вот, и они как бы нашли какие-то ну, общения, вот, он обо мне рассказал, я спросила, говорю, верующая женщина, она говорит, ну, я иду, Господа, ну, у меня такой сын верующий, верующий. Ну, в общем, Господь чудесно работает с этой судьбой, вот, и я просто вчера ликовала, что это была отвеченная молитва за этого, за этого человека, за эту судьбу, просто танцевала вчера и благодарила Бога, так что спасибо большое, не знаю, получилось ли мне донести до вас это. Это очень мощно, Ирина, вы не о себе говорите, а говорите о человеке, которому можно было послужить Господом, это вообще феноменальное свидетельство, помолитесь, благословите этому мужчину, его судьбу благословите от имени Господа, и пусть эта молитва будет запечатлена в небесах, помолитесь. И еще второе свидетельство, меня тут врач-ребилитолог ставил на ноги моего мужа, и он его поставил, и вот мы сейчас просто общались, и вдруг он мне вчера пишет о том, что помолитесь, пожалуйста, за меня и мою супругу, что под вопросом ковид, вот, помолитесь о моем здоровье, я была вообще просто удивлена, вчера у меня день был такой, я тогда за этих обоих мужчин помолюсь, Господи, благодарю и славлю, это просто я ликую и танцую, и славлю тебя за то, что ты даровал эти ответы, эти судьбы, и что они они не меня просят, я только инструмент, они просят тебя о том, чтобы их судьбы сложились, чтобы ты был под покровом, чтобы они были под твоим покровом, Господи, я так славлю тебя, благослови Александра Дмитриевича, благослови его дальнейший путь, чтобы эта судьба была твоя в твоих руках, и чтобы эта женщина была из твоих рук, и чтобы эти два одиночества познали тебя, и встали под твой покров, и я молю тебя за Алексея Сергеевича, его супругу, он сам врач, но ты тот, который дает полное исцеление духа, души и тела, я прошу о полном восстановлении духа, души и тела и отношений с тобой, всей этой семьи, да будто они благословлены тобой, Господи, спасибо за отвеченные молитвы, я славлю и ликую, ты великий Бог, аминь. Аминь, аминь, мы вместе всем нашим собранием простираем руки в сторону этого врача и жены, и мы знаем, что для этого даже вера не нужна, потому что он исцелен ранами Иисуса, и мы это транслируем, раны Иисуса в его жизни, на которые легли его исцеления, это будет огромным свидетельством для этих людей, для восстановления и исцеления. Мы заявляем, что ранами Иисуса исцелены все, для Бога не было преград, это радикальное утверждение, на котором мы стоим, исцелены все ранами Иисуса, Господь сделал это, и это мы будем подтверждать тем причастием, которое сегодня завершим это служение. Спасибо тебе, Святой, и мы освобождаем судьбу Божью в жизнь того человека, который овдовел, Господь вдовам и сиротам особенно на них взирает, и вдовам Он говорит, я супруг твой, я супруг твой, в Боге и мужское, и женское, и мы освобождаем восполнение судьбы, восполнение судьбы в жизнь этих людей, которые попросили тебя через человека Божьего о вмешательстве. Аминь. Спасибо, Господь. Аминь. Можно я, Ольга? Да, пожалуйста, Татьяна. За это время у меня начался отпуск, вот уже две недели, и через три дня я решила, раз никуда не поехала, я решила пойти евангелизировать, и два человека спаслись два дня подряд, и сначала исцеление происходило, сначала, то есть никто не хотел, и потом, когда молилась, происходили просто исцеление за исцелением, то нога, потом спина, потом мы помолились еще за то и за то, и в конечном итоге человек просто ощутил Божье присутствие, он хотел, захотел отдать жизнь. Потом собаками, на следующий день меня собака просто привела к женщине, ну, женщина шла с собакой, и собака остановилась, и просто начала со мной разговаривать, и я с собакой. Таким образом, эта женщина, у нее колени были операции, Господь исцелил ее колени, потом еще что-то, у нее еще что-то было, потом сердцем что-то было, и это за полчаса Бог, то есть, ее исцелял, и потом, уже в конце, я помолилась за нее, она не хотела жизнь отдавать Господу, а потом, когда уже в конце помолилась, я еще спросила, хотите ли вы к Богу отдать Богу свою жизнь, она сказала, да, и собака это все это время стояла, просто сидела, даже не шелохнувшись, и эта женщина спаслась, тоже исцелилась, и потом спаслась, то есть, сначала исцеление, потом спасение, и я потом ушла, и потом Бог меня насмешил там в парке, сорока, сорока дразнила этих уток, и я очень смеялась, то есть, над ними, а потом еще я пошла в парикмахерскую, и Бог так устроил, что все клиенты ушли, ее напарница ушла, вторая, и она говорит, что у нее спина болит, и я попросила помолиться за нее, и она практически сразу же исцелилась, она говорит, не может быть, у нее корсет был, у нее тоже было, это, она стала наклоняться, говорит, не может быть, этого не может быть, у нее отпуск был до этого недели, она пролежала, даже в больницу ходила, она говорит, не может быть этого, не может быть, сначала ей было очень горячо в том месте, где молилась, через корсет, и спина ее исцелилась, она говорит, не может этого быть, ничего не болит, этого не может быть, Бог прославился, через это, потом вчера я пошла в магазин, и женщина, женщина, мне говорит, подходит, я уже стояла за покупки, расплачивалась, и приходит женщина в магазин, она говорит, о, это молитвенница, она молилась, молилась за мою знакомую, у нее рука исцелилась, я думаю, интересно, за кого я попросил, раз молилась, то есть, видимо, я за многих в последнее время молилась, раз отпуск, я освобождена от многих забот, так что, такие чудесные дела, вот, что будет еще неделя впереди, и посмотрим, что будет, Господь, что еще будет делать. Вот оно, практическое христианство, да? Аллилуйя, Аллилуйя, Батрия, Слава Божья, Аллилуйя, вот это нужно делать очень смело, в этом действительно состоит истина, вот оно, ученичество, кто будет слушать и исполнять, сказано ранами Иисуса, от нас тут ничего не зависит, того Иисуса, которого мы носим в себе, мы высвобождаем в жизни этих людей, и раны Его работают, люди исцеляются, и вы видите, насколько это молниеносно, здесь не нужно, долго молиться за исцеление человека и уговаривать Господа, это все уже совершено, на кресте, и доступ к этому нам открыт, вот куда Господь нас ведет, вот она трансляция Его славы, которая вызывает колоссальный интерес к тому Богу, в Которому мы верим, слава Богу, слава Богу, спасибо, Таня, великолепное свидетельство, давайте скажем, аминь, 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 у меня машина у меня была в ремонте, и я пошла просто время провести, я пошла в парк, и там женщина, вдруг выходит женщина из леса с ведром, и просто напрямую мне говорит, она, это, о, там, это много грибов, туда-сюда, говорит, ой, только, только, говорит, у меня шея болит, и я говорю, да, я христианка, я верю в Иисуса, который исцеляет, и можно я помолюсь за вас, он говорит, да, можно возложу руки, но я возложением рук обычно молюсь, спрашиваю у них, он говорит, да, помолитесь, она так обрадовалась, ой, конечно, я хочу, помолилась за ее, вот эту шею, шея исцелилась, она говорит, ой, у меня еще, там, это потом, рука, потом спина, и, очень, в конечном итоге, мы уже с ней танцевали, в этом парке, люди обходили, мы пели, танцевали, то есть, я там уже радовалась, она радовалась, у нее там ничего не болит, и мы уже в этом парке, прямо, сами того, и потом разошли, где-то час мы с ней там, пели, танцевали, и тому подобное, и так вот, такие вот, чудесные, вот это вот, последнее, по-моему, свидетель, а, нет, ну, в общем, вот так, такие, хорошо быть, давайте скажем, громко все, Аллилуйя, Аллилуйя тебе Господь, да, именно так, вот она, живая христианская жизнь, еще, пожалуйста, свидетельство, Элла Зайбер, Элла Зайбер, я тоже сижу в парикмахерской, и под этой, где высыхают волосы, а там же шум такой, сейчас не такой сильный, но все равно шум, и я всегда пою, пою на языках, или на русском языке, чтобы они меня не понимали, а их там феммастеров, парикмахерских, и у них всегда понемножку музыка так, играла, ну я пела, 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 не знаю, сколько я там, 20 минут сидела в этой, и открываю глаза, потому что думала, уже, наверное, прошло, а закрытыми глазами, открываю глаза, они все вокруг меня стоят, и мастера, и те, которые туда пришли, и одна девочка стоит прям передо мной, совсем молоденькая, и плачет, и прям слезы так лиют, а я говорю, а что такое, я что-то неправильно сделала, да вы, говорит, так пели, что мы свою музыку выключили, она так, такой благословленный, она такая, как сметана, как мед лилось, и нас, говорит, всех остановило, мы уже и не хотели, никто даже шевелиться, это так хорошо, мы часто слышали, что ты поешь, ну я часто туда хожу, но мы никогда, говорит, такое, как сегодня, не чувствовали, а эта девочка стоит и говорит, а у меня сегодня день рождения, и вы пели сегодня только для меня, вы знаете, я такая была счастливая, я говорю, тогда я вас всех благословляю, во имя Иисуса, желаю вам, Божье, покров, на вас, на ваши, на ваши семьи, и на ваши работы, аминь, 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 слава Господу, и еще, аллилуйя, и еще маленькая, я, 11 лет, я раньше была в Бартийской церкви, а теперь 11 лет, пятидесятническая, ну, это не пятидесятническая, ну, они тоже на языках говорят, а она другая, Оль, вот как ваша, и, я, когда меня с Бартийской попросили, потому что они сказали, что я харизматичная, я в то время первый раз слышала это слово, говорю, а вы объясните мне, что такое харизматизм, они не могли мне пастера объяснить, ну, в общем, ты к нам не, а я 21 год в этой церкви была, и я начала молиться, Господь, научи меня молиться, я не хочу кричать, плакать, как в Бартийской церкви, и у них ничего не происходит, они плачут и кричат, и одни и те же, и 21 год, а я хочу молиться, чтобы у меня ноги шли, чтобы я могла идти и восхвалять твои дела, а у них какие дела, там все мертво, но я в то время не понимала, я что-то сама мертвая была, но я ждала что-то большое, да, или думала, что где-то должно быть другое, и научи меня людей любить, как Иисус любит, и я до сих пор не могу так молиться, как я бы хотела, а людей любить, вот я не знаю почему, но я еще больше хочу, почему-то для меня кажется, что это мало, это мало, и вот я вечером, после уставшего дня, или отработавшего дня, вечером поднимаюсь, 9 часов, взяла чашку чая горячего, села и включила телевизор, и шел русский фильм про одну женскую тюрьму, и туда попала одна молодая врач, ее подставили, и ее все над ней издевались, и она не понимала, что и как, и она одной пожилой, одна пожилая тюремщица, за нее заступилась, Рыж, ты уже старенькая бабушка, и она как покров над нее взяла, и она говорит, ты знаешь что, доченька, я всю жизнь по тюрьмам хожу, но я Иисуса любим, и я сегодня здесь в тюрьме, для того, чтобы тебе сказать, тебе нужно, чтобы ты позволила Иисуса тебя любить, и вы знаете, вот эти слова, позволь Иисуса тебя любить, и мне казалось, что она даже мое имя сказала, я выключила телевизор, потому что мне казалось, что Господь в моей комнате, как гром и молния, меня пробило, моя чашка упала, на пол куда-то укатилась, я упала на колени, говорю, Господь, научи меня позволить тебе меня любить, я всегда думаю, ах я сильно, я это смогу, я это, ах я это тоже смогу, я это тоже смогу, и вы знаете, оказывается, я Богу, Иисусу не разрешаю себя любить, и вот за это я хочу благодарить сегодняшний день, аминь, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аллилуйя, очень сильно, спасибо, спасибо, Элла, шикарное свидетельство, и давайте еще одно свидетельство, и мы приступим к причастию, нет ни малого, ни большого, есть те, знаете, маленькие вещи, которые для нас, как, знаете, как ключик, который открывает большую дверь, поэтому не взвешивайте, насколько это мало или большое, и не сравнивайте, свидетельствуйте, пожалуйста, Таня, хочу посвидетельствовать сейчас, вот когда слушала свидетельство, говорю, Господь, ну и когда Оля-то сказала, за что хотите поблагодарить Бога за этот год, да, и у меня такое внутри, я хочу поблагодарить Бога за свою семью, у меня два прекрасных сына, и один из сыновей в этом году уезжал, этот год он не был с нами, он приехал с частным с нами, мы все вместе, он учился в Перми, это был молодежный год для Иисуса, и когда он приехал в первый вечер, он рассказал мне такую вещь, я хочу с вами поделить, вы поймете почему, и он мне рассказал о том, что за два дня, как уехать домой, в их команде произошел такой случай, одна девушка задыхалась очень сильно, то есть были подозрения на ковид, и он говорит, мама, из комнаты, говорит, все вышли, все испугались, а я, говорит, не испугался, она, говорит, уже не дышала, то есть все побежали там, кто скорую вызывать, кто за главным бежать, а я, говорит, сел, открыл, говорит, священное писание, и начал читать 90-й Псалон, и я, говорит, его просто читал и провозглашал, и я, говорит, смотрю, говорит, к ней вернулось дыхание, и я, говорит, просто встал на колени и стал благодарить Бога, но я понимала, что, и он, говорит, я в тот момент понял, что эту ситуацию, говорит, Бог допустил для меня, потому что все вышли из комнаты, ну, никого рядом, говорит, не оказалось, кто бы мог поддержать, и я, ну, когда слышала от него это, сижу, и Бог мне напомнил ситуацию, перед тем, как ему уехать в ферме за полгода, мы пришли со служения, он пошел мыться в ванну, и у него начались судороги, старший сын его вытащил из ванны, положил на диван, у него посинели ногти, у него посинели губы, у него судороги, а я беру 90-й псалом и просто его читаю, да, я кричала на всю квартиру его, этот 90-й псалом, но я видела, как Бог возвращает его к жизни, мой сын это запомнил, и он это тоже практиковал уже в той ситуации, которая была у него, вы знаете, меня, и я настолько была благодарна Богу, что, да, Бог учит нас через какие-то ситуации, что-то показывает нашим детям, и слава Богу, что это есть, ну, на тот период, та ситуация, когда я молилась за своего сына, Никиту, ну, она не была радужной, но, когда Никита приехал и стал делиться со мной, первым, что он поделился, он сказал, мам, большое тебе спасибо, большой пример, большой пример был дома у нас, ты, говорит, помнишь? Я говорю, конечно, помню. Ну, вот это вот великое свидетельство, я благодарю Бога за мой дом, за моих детей, за мою семью, у меня вот это благодарение. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь, Слава Богу, Аллилуйя, у меня аж слезы на глазах, Аллилуйя, Аллилуйя, не надо, Слава тебе, возьми их свой в удел, возьми, Господь, наших детей, наших рук, наше наследие, возьми себе в удел, Господь, Слава тебе, Аллилуйя, за Никиту была серьезная война, Господь знал, что этот ребенок, этот парень, принесет много славы имени его, и за него была серьезная война, и это тоже особое свидетельство, как Сатана хотел его забрать себе, а Господь его не отдал, Господь своих не отдает. Тех, кто с ним в завете, он борется за них до последней минуты, и Бог всегда побеждает, Слава Богу, шикарное свидетельство, Аминь. Спасибо, дорогие. Хорошо, мы с вами приступаем к причастию, скажите, кому нужно время еще приготовить причастие? Мне надо, мне надо, Оль, я на работе, мне надо тут выйти и принести, но это минутки две. Хорошо, мы тогда подождем Татьяну, пока она приготовится, и две минуты используем для того, чтобы свидетельствовать, еще кто хочет сказать. Можно Мараева по свидетельству? Нина, пожалуйста. У меня была ситуация тоже, ну, она, как сказать, такая, в общем, позвонила мне подружка, давай встретимся, я говорю, ну, давай, я давно с ней не общалась, давай пообщаемся, ну, я ей говорю о Христе уже много лет, скажем так, ну, она все такая очень, сравнивает все, приравнивает все, смотрит на все, обращает внимание, я говорю, ну, хорошо, думаю, давай встретимся, и вот мы сидим, и так получилось, что как-то не пошел у нас потом разговор уже в конце, и я уже даже как-то так разозлилась на нее, думаю, вообще, Господь, зачем я пошла вот выслушивать какие-то вообще непонятные случаи, сижу допоздна с ней, как-то, ну, как это сказать, да, держу вот лицо, да, Христа, вот, для чего, если человек, ну, вот так, и уже такая, ну, все, мы попрощались, и я иду, и я размышляю об этом, думаю, ну, зачем, как бы, я уже столько лет с ней, вот, поддерживаю отношения, да, и как-то, она просто мне там начала гадости определенные говорить, вообще, лично моей жизни, о личной жизни, скажем так, и, ну, мне стало неприятно, и иду, и я смотрю, девушка одна, вроде бы, как похожая, как выпившая, и я смотрю, в нее ноги подкашиваются, я говорю, девушка, вам плохо, я вижу, что она еле, умудряя, ну, еле получается у нее сказать да, и я, а я уже, иду уже вся раздраженная, думаю, господи, что я столько времени, ну, я, да, как бы, себе в чем-то, ущемляю для того, чтобы, вот, ну, выслушивать гадости, какие-то еще, свой адрес, и вот на этой же, и думаю, ой, господи, ну, я вот уже хочу домой, замерзла, уже спать хочу, ну, и поворачиваюсь, и, а у девушки, оказывается, был приступ эпилепсии, это уже я потом, я просто, когда уже подошла к ней, подхватила ее, она прям в руках у меня окаменела, вся глаза застекленели, и встала, и я, не знаю куда, и руки, и все, и возлагаю, и молюсь, и, а перед тем, как, ну, вот подойти, она мне успела, номер тыкнула, я говорю, муж, она только успела махнуть головой, ну, я начала вызывать, и он мне как бы объяснил потом, что это было, ну, вот таким образом, и я говорю, ой, господи, слава богу, что я пошла, слушала, как бы вот эти неприятные вещи, зато я знаю просто точно, что если бы она туда упала, она бы упала на газон, ее бы никто не заметил, ее бы уже в живых не было этого человека, ну, в общем, возблагодарила бога, говорю, ну, Господь, ты знаешь пути, знаешь, когда, чего, и, в общем, обернулась, скажем так, вот спасению человека, получилось, что все, все не зря, вот это было, и приятельница ваша Нина еще, и приятельница ваша Нина, это тоже будет вашим плодом в царство, это тоже труд не тщетен, Господь через это, через этот случай, через спасение конкретной жизни, Он сказал, что и та жизнь будет спасена, этот труд не тщетен, ни одно слово не вернется, не совершив того, что Господь определил делать, просто вот этот срок, не человек назначает, спасибо вам за этот труд, когда человек делится Христом с неверующим миром, и при этом еще и жизни спасаются людей, вот таким образом сверхъестественным, Господь знал, куда пойдет Нина, Господь знал, где пересекутся вот эти две судьбы, Аллилуйя, давайте тоже скажем, слава Богу, слава Богу, Аллилуйя, слава Господу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вот вы знаете, вы, наверное, еще и мое свидетельство перед Богом, то, что в вас меняется, то, что в вас происходит, это ну просто радует меня очень сильно, что вы становитесь вот такими духовно сильными людьми, духовно сильными людьми, практиками серьезными, которые берут, и это люди-делатели, потому что люди веры, они транслируют свою веру делами. Аллилуйя, слава Богу. Таня вернулась, нет? Молчит? Как все здесь? Здесь, хорошо. Дорогие, мы начинаем участие. И я попрошу за тело Иисуса Христа у нас помолится Александр Быков. За кровь будет молиться Владимир Беспалов. И мы с вами все вместе одновременно примем причастие. Не съедайте и не выпивайте до тех пор, пока мы не помолимся и за тело, и за кровь. И начинает у нас Александр. Пожалуйста, Саша, вы молитесь за тело Христа. Господь Иисус, благодарим Тебя за Твои святые раны, Господь, которые за каждого из нас, за Твой голгофский подвиг, Господь. Ты страдал, Господь, но Ты победил все, Господь. Ты сказал, свершилось, Господь. Ты хлеб жизни, Господь. Мы просим Тебя благослови этот хлеб. Мы принимаем, Господь, Твое тело, а Ты хлеб жизни, Господь. И мы Тобой жить будем. Благодарим Тебя за Твою жизнь и за Твои святые раны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте скажем аминь. Аминь. И мы молимся за кровь. Кровь, пожалуйста, Володя. Спасибо Тебе. Спасибо за Твои раны, из которых текла Твоя святая кровь. Мы сегодня, Господь, эту чашу в наши руки, из Твоей святой руки, и мы благодарим Тебя за могущество Твоей крови святой, в которой мы лишь осветились и оправдались. Мы сегодня побеждаем сатану кровью Агнца и Словом нашего свидетельства. Спасибо Тебе, наш драгоценный Бог, что когда мы едим Твою плод и пьем Твою кровь, Господь, духом жизни Ты проникаешь в каждую клетку нашего естества, Господь. И сегодня соверши эту чудесную работу. Проникни, Господь, в каждую клетку нашего тела, нашей души и нашего духа, Господь, вдохновляя и укрепляя, очищая, освящая во имя Иисуса. Мы берем из Твоей святой руки и принимаем, Господь, с благодарением. Спасибо за Твою жертву, драгоценный Бог. Благодарим Тебя и славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте скажем аминь. 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 Давайте все вместе. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо за Твое присутствие. Спасибо, что Ты пригласил нас на этот праздник. Господь, ему откликнулись. И мы подтвердили, подтвердили заветом с Тобой, что все это ценно для нас. Твои назначенные времена, твои назначенные сроки. Это ценно для нас. Мы чтим Тебя, Господь, мы чтим Твои назначенные времена, мы чтим друг друга, мы чтим завет, в который мы вступили. И, Господь, на основании этого завета мы будем совершать свою часть. А ты, я прошу Тебя, Господь, не пройди мимо каждой судьбы, здесь стоящей перед лицом Твоим. Не пройди мимо этих людей, их просьб, молитв, судеб. Потому что тот завет, он двусторонний. И ты взираешь на нас, слышишь наши молитвы, отвечаешь на наши молитвы, обучаешь нас, вводишь нас в вечность. Ты многократно, во много раз больше делаешь для нас, чем сейчас мы, как дети Твои, обучаясь для Тебя. Но ты доволен нами, называешь нас своей семьей, называешь нас своими детьми. И мы Тебе, как папе, благодарны, что Ты привел нас, вывел из царства тьмы, привел нас в семью обратно. Ты восстановил нашу репутацию, Ты восстановил наше имя, Ты поднял значимость каждого из нас. Ты восстановишь нас, ограждаешь нас, изберегаешь нас для себя. И мы, как дети Владыки Небес, возрастаем в Твой чудный образ, преобразуемся из силы в силу, из славы в славу. Преобразуемся умом, преобразуемся характером. Этот труд совершает Твой Дух Святой, и мы благодарим Его, благодарим за то, что этот труд тоже не тщетен. Мы другие. Дух Святой, спасибо Тебе. Иисус, Отец, спасибо Тебе. Ты Господь нашей жизни. И мы рады, что этот путь, который мы совершаем вместе с Тобой, этот узкий путь и непростой путь, он такой славный, он такой желанный. И та цена, которую мы платим, она несоизмерима с тем, что Ты сделал для спасения нашего. Благодарим Тебя, Господь, за этот завет, за Твое присутствие, за Твои праздники и друг за друга. Во имя Иисуса. Аминь, дорогие. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова